А теперь обо всем подробнее. В день четвертой годовщины со дня кончины протеерей Владимира Ганина в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино совершена божественная литургия. Ее возглавил благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак. На Люберецкой земле отец Владимир начал свое пастырское служение в 1967 году. Это были трудные для церкви времена. Храмы снова закрывались, и надо было иметь огромное мужество, чтобы в эти годы последовать за Христом. Его миссия, прежде всего, была нести в мир проповедь. Тогда на исповедь приходило, например, на какие-то большие праздники, по 700-800 человек. И батюшка их исповедовал. И он для каждого находил теплое слово. Свои добрые дела отец Владимир никогда не афишировал. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правое». Эти слова из Евангелия от Матфея стали его девизом на всю жизнь. Он никогда не был многословен. Никогда. Но, тем не менее, бывали такие случаи, когда он просто находил одно-два слова, но оно было именно тем, которое было нужно. Отец Владимир искренне любил людей, за что и снискал уважение прихожан. Сегодня они еще раз вспомнили этого человека и его добрые дела, которые, как и память о нем, будут жить вечно. Невысокого роста, с очень тихим голосом и как бы незаметный человек. Но от него исходила такая духовная мощь. Мне казалось, что в своем сердце, через свое сердце он пропускает вообще беды, печали всех людей. И для каждого он находил слово и утешения, и поддержки. Если надо было, мог и пожурить, ну, любя. К служению в Успенском храме священник отдал более полувека. За такое долгое время он воспитал и привел любовь к вере не одному поколению. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.